Компьютерный ЕГЭ по информатике. Задание номер 7. Итак, давайте посмотрим на следующую задачу. Найдите битовую глубину кодирования растрового изображения размером 512 на 300 пикселей, которая занимает 600 кбайт. Вот это кбайт, кажется я уже объяснял, но на всякий случай поясню. Это кибибайт, не килобайт. В данном случае может быть и несущественно, но есть задачки, в которых это может сыграть существенную роль. Поэтому будьте осторожны с вот этим ки-ло и ки-би. Кило это 1000. Киби это 1024 или 2 в 10. Задачка тривиальная. Я воспользуюсь питоном в качестве калькулятора. И быстренько посчитаем. Это 600 умножить на 1024 байта в кибибайте умножить на 8 бит в байте. Итого у меня получается, ну я даже его не распечатывал, да, некоторое число S бит. Дальше я делю это количество бит на количество пикселей. Ну делю на 512, еще делю на 300, получаю 32 бита. Ответ 32. Эта задачка очень простая, но есть следующий тип задач, который требует кое-какой формулы. Давным-давно, когда 640 кибибайт в оригинале человек сказал неправильно, это была как раз та история, когда началось неправильное использование ки-ло для 1024. На самом деле, 640 кибибайт хватало на все. Лучшие компьютеры поддерживали максимальное разрешение 640 на 408 пикселей. Да! Вы знаете, у меня был компьютер, у которого было разрешение 320 на 200. А 640 на 480, это было круто. Ладно. Известно, что каждый пиксель мог быть окрашен в один из 16 цветов. Определите объем памяти видеобуфера в ки-ло-байтах. Ну вот здесь я хотел бы, как сказать, поругать автора, да, потому что очень много людей неправильно. Преподаватели информатики, уж тем более школьников. Да ладно, что там говорить. У нас правительство иногда примет вначале по стандартизации, что мы признаем приставки, которые международные, ки-би-ми-би-байты, ги-би-байты, а потом возьмут, а ладно, пускай кило тоже значит 1024. Но на уровне таком это недопустимо. Я считаю, что хотя бы учителя должны правильно писать. Это, конечно, зло. К-байты, вот эти вот, это еще куда не шло. Мы можем сделать оговорку, вот. Хотя и это не соответствует международной системе Си. Правильно писать К большое и маленькое Б большое, ки-б. Ладно, проехали. Значит, что дальше, что мы делаем? Во-первых, вот это забыли, это число, обманка. Нам необходимо исходить из количества цветов. А как кодируются цвета? А как нам это сделать? Мы, конечно же, можем просто начать изобретать, что называется, да, один бит, это два состояния, один или нолик, да, то есть, ну, он кодирует два состояния. Два бита кодирует уже дважды два, четыре состояния. Три бита, восемь. Четыре бита, шестнадцать. Но, в принципе, если вы знаете логарифмы, а вы, по идее, одиннадцатый класс, вы должны знать логарифмы, то, значит, вы должны уважать Ральфа Хартли. Вот он, Ральф, который за интернет. Значит, правда, он давно уже родился и давненько умер. Вот, американский ученый, который, собственно, придумал логарифмическую формулу для меры информации. Он был первым. После него развивал, очень сильно развивал теорию информации Клод Шеннон. Вот этот вот дядька, вот, 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 да, вот, это классный дядька, вообще супер. Если бы его научные исследования в свое время были, как сказать, развиты, там, генетика раньше бы появилась. В общем, можете почитать про него, очень интересный дядька. Ладно. Но, на самом деле, он развил очень сильное круто. Есть формула Шеннона, но она, слушайте, я могу попытаться там, да, ее, как сказать, вытащить и вам рассказывать. Ну, слушайте, не надо. Смысл в том, что, давайте вернемся вот сюда, да, что информация, да, она равна логарифм по основанию 2 от количества состояний, от мощности алфавита, который требуется кодировать. Тут есть оговорка, что у нас должны быть равновероятные состояния. Ну, или, скажем так, каждое состояние, которое мы кодируем, например, цвет, должно кодироваться одинаковым числом бит. Так вот, минимальное количество бит равно, по сути, логарифм по основанию 2 от m, где m, мощность этого, ну, количество цветов, например, да, или количество любых кодируемых ситуаций. Ну, к этому мы, по-моему, уже, собственно, проходили. Поэтому давайте двигаться вперед. Значит, что мы делаем? Берем 4 бита, а вот 4 бита это что? 4, это логарифм по основанию 2 от 16, да, и умножаем на вот это вот. Та-дам, давайте считать, 640. Ой, не туда пишу. На 480, на 4. Та-дам. А вот теперь, внимание, нам его надо выразить в ки, извините, би байтах, человек неправильно написал, да? Для этого я беру вот это число и делю его на 1024. Ой, сори, это же в битах, значит, вначале надо поделить на 8. И я узнаю количество в байтах, то есть это были биты. Это в байтах, да? А если я теперь это еще и поделю на 1024, вот тогда получится ки, би, байты. Ответ 150 ки, би, байт. Ну, вот еще раз я поругаюсь на вот эту надпись, да, которую сделал А. Богданов. Мы решаем задачки на сайте Константина Юрьевича Полякова. Ну, вот видите, да, и Константина Юрьевич не отсеивает, и преподаватели пишут, вполне уважаемые. Ну, вот, нехорошо. Ладно, двигаемся вперед. Изображение размером 265 на 2084 пикселей. Вы скажете, зачем такие странные изображения, да? Оно странное, да. 265, ну, ууууу. На самом деле, когда сайты верстаются, то такие изображения бывают и нужны, да? Или наоборот такая полосочка. Так что, нормально. Сохраняется в памяти компьютера. Выделяется не более 400 кибибайт памяти без учета заголовка файла. Хм. То есть, нас не интересует, что там для заголовка. На самом деле, конечно, кроме самой информации о цветах, нужно еще и какую-то мета-информацию сохранить. Поэтому это дополнительная информация, заголовок файла, она все время где-то на самом деле в реальности присутствует. Не говоря о сжатии. У нас сжатие не используется. В этой задачке это не сказано. Ну, дальше будет. В других задачках будет сказано. Но вообще, это обычно проговаривается в задачках ЕГЭ, что сжатие, алгоритмы сжатия не используются. Либо уж оговаривается как. Поверхностно. То есть, вам не уходят вглубь того, как на самом деле сжимают изображение. Ладно. Что мы делаем? Нам нужно ответить на вопрос, какое максимальное количество цветов может использоваться. Для этого нам потребуется использовать формулу Hartley, но в другом ее направлении. То есть, мы будем не писать, собственно, объем информации. Ну, я его, каждый гараст, я его обозначаю как И. Там можно, как там. Я И буду писать количество информации. Или S, Space, да, вполне себе тоже годная штука. Да, как бы Space, сколько объем, да, дискового пространства. Так вот, соответственно, что логарифм по основанию 2, ну, это на самом деле информационный. Слушайте, я воспользуюсь стандартным своим, да, символ информационный объем одного символа. Под словом символ я подразумеваю, например, один цвет, да, один закодированный цвет, сколько бит он занимает. Логарифм по основанию 2 от количества этих цветов. Но я использую букву M, потому что это мощность алфавита, допустимого алфавита, в рамках которого мы работаем. То есть есть некое множество, да, возможных состояний, которые требуется кодировать, да, множество в кавычках символов. Вот, ну и вот, собственно, его мощность, это количество элементов в нем. То есть если у меня их там штук, условно, 5, значит 5, да. Что делать, когда логарифм не берется? На самом деле существует дробное число бит. Информация может быть даже меньше одного бита. Может быть объемы переданной информации меньше одного бита. Да, если вы таки зарулиете и почитаете про Шеннона, поизучаете. Представьте себе, что Вовочка приносит двойки, 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 двойки. И одну, один раз в 10 раз он приносит тройку. Да, и вот он приходит в очередной раз, да, то есть он 10% троек у него, да, а 90% двоек. Вот он приходит и говорит, у меня два. Сколько информации сообщил? Вот он сообщил информации меньше, чем один бит на самом деле. А вот если он скажет, я принес 3, это много информации сразу. Ладно. Короче, да, если 5, то это нонсер. Так вот, мы, когда кодируем двоичным образом, округляем вверх. То есть мы можем, ну я бы взял вот так вот в квадратные скобки, только с округлением вверх. Ну есть такое понятие, как сил, потолок. То есть есть такая функция математическая в питоне, она лежит в модуле math. Точка сил к потолку. То есть мы как бы, вот этот логарифм, да, должна округлить вверх. Ну, слушайте, это сейчас нам не так важно. Короче, эту формулу можно вывернуть наизнанку. Если меня интересует мощность алфавита, то есть, например, количество кодируемых цветов, то я могу наоборот взять 2 в степени количества бит на символ. В нашем случае, еще раз, это не символы, а, собственно, информационный объем одного цветового канала. А здесь не рассуждается про цветовые каналы конкретно, поэтому давайте, что называется, информационный объем одного пиксела. А общее число цветов, ну, если нам так говорят, вот, да, по общему числу цветов, то M, да, число цветов. Да, соответственно, множество цветов пиксела, да, множество возможных состояний пиксела. Да, да, вот количество цветов, это вот оно. Так, мы вот этим вот просто выворачиваем наизнанку, да, и что у нас получается в итоге? Какое максимальное число? Ой, вернись сюда. Питон в качестве калькулятора, значит, не более чем 400. А, нам надо делить. В первую очередь, давайте посчитаем объем в битах. 400 умножить на 1024 умножить на 8. Это объем в битах, да. Ну, слушайте, давайте я его прям посчитаю, да, распечатаю. Вот оно, это объем в битах, да. Теперь меня интересует, что? Надо узнать, сколько у меня тратится. Ну, это максимальный, это предельный объем. То есть, у меня больше нельзя. Значит, поделить на 265, поделить на 2084, прошу прощения, пиксела. Итак, я знаю количество бит на пиксел. Но 400 кибибайт, это не более. Значит, я могу не более, чем 5,9 бит потратить на 1 пиксель вот этого изображения. Таким образом, мне придется использовать 5 бит. Хотя, казалось бы, да, можно было бы округлить. Понимаете, да? Ну, вот такая история. Ладно. Значит, еще раз. У нас получается 5... А, стоп. Вот Тимофей Федорович чуть не обломался. Я сейчас думал, 5 в ответ нужно сказать. Нет. Нужно 2 в степени 5, потому что у нас 32. Ответ 32. Двигаемся вперед. Так, мы все это одолели. В информационной системе хранятся изображения размером 1024 на 768 пикселей. Одно из стандартных разрешений для всяких цифровых экранов и так далее. При кодировании используется алгоритм сжатия изображений, позволяющий уменьшить размер памяти для хранения одного изображения в среднем в 6 раз по сравнению с независимым кодированием каждого пикселя. Каждое изображение дополняется служебной информацией, которая занимает 54 кибибайта. Для хранения 32 изображений выделено 6 мибибайт памяти. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре каждого изображения? Абсолютно та же задача, просто есть навороты. Аккуратно. Вот как в физике вы разбираетесь, или когда в математике задачку разбираетесь, нужно просто аккуратно быть. Итак, у нас есть размер изображения, количество пикселей. Дальше. Сжатие в 6 раз. Сейчас разберемся. Каждое изображение, служебная информация, 54 кибибайта. 32 изображения, 6 мибибайт памяти. Так, первое. Мы можем разобраться, сколько памяти выделено под одно изображение. Давайте вот эти мибибайты разберем на биты сразу. Потому что в битах вы, как сказать, все формулы эти, они в битах работают. В Hartley, Шенон, ну Шенон вам не надо. Короче, 30, ой, чуть ниже сделаем. Итак, 6, то есть сколько у меня на 1, на 1 изображение? Это 6 умножить на 1024 кибибайта в мибибайте, умножить на 1024 байта в кибибайте и умножить на 8 бит в байте. Это объем на 32 изображения. Мне надо разделить на 32, и я получу информационный объем одного изображения. Ну, теоретически, если вам интересно, я могу так прикинуть быстренько, да, вот я поделю его на 1024 два раза. Вот в мибибайтах полтора. Все нормально. Нет, странно. Подожди, а, я же на 8 не поделил. Простите, пожалуйста, как сказать на 8. Ладно, 0,18. Короче, суть, да, можно на самом деле в кибибайтах выразить. То есть, если я вот так вот уберу, можно в кибибайтах. То есть, 192 кибибайта на одно изображение. Кстати, вот, что называется, похоже на правду. Да, похоже вполне на правду. Так, товарищи, а теперь мы двигаемся к чему? Вот у меня объем в битах, тот же самый, только в битах. Мне требуется из него, чтобы узнать количество цветов, мне нужно сейчас выкинуть 54 кибибайта. Ну, можно было 392, но, слушайте, я просто вычту из него, ну, или давайте так сделаем, с 0, как бы, самого мяса, да, самого изображения, а не информационного, или с 1, например, да, напишу. Что я тут напишу? Он будет равен S за вычетом 54 умножить на 1024, это байта, а мне нужно в битах выразить умножить на 8. Та-дам! Итак, объем в битах у меня самого, вот этой, по сути, матрицы пикселей, да, вот он, 1 130 496. Теперь нам надо поделить его на количество пикселей. Поделить на количество пикселей. Ну, слушайте, я все время разделить-разделить, давайте я сделаю, разделить на 1024 умножить на 768. О, вот в этот раз давайте я так это сделаю, хотя математически это одно и то же. Опа! Что это такое? Что это такое? Так, это опять же, ну, не целое число. А кто сказал, что должно быть целое? Качество... Сейчас, секундочку, да неужели же? Как так может быть? 124 на 768. Я забыл про сжатие шеста. Ха-ха-ха. Разжимаем обратно. Это у меня, он как бы сжатый, да, то есть в сжатом состоянии на 1 пиксель получается 1,4, ну, или там, сорок три сотых бита. Да, вот, ну, как бы, ну, это еще раз, это я вот так в целом за счет этого сжатия. Давайте-ка разожмем его. Для этого мне требуется вот это вот, да, домножить на коэффициент сжатия, потому что я разжимаю обратно, чтобы понять, сколько же было, собственно, там, цветов. Так, о, вот это лучше, вот это лучше. Итак, я вижу 8.625. И опять не целое. А кто сказал, что должно быть целое? Дело в том, что мне сказали, выделено 6 мебибайт. Но это предельный объем. Меньше можно, больше не нет. Значит, я должен взять количество бит меньше, ну, сжатым, не разжатым, понятно, что чем меньше будет, тем будет меньше. Вот я, соответственно, ограничусь 8 битами на 1 пиксель. 8 бит на пиксель, количество цветов 2 в степени 8, 256. Та-дам! Не устали? Двигаемся дальше. Если устали, поставьте видео на паузу, попейте чаек. Задача 3214. Вот, Полякова. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 300 DPI и цветовой системой, содержащей 2 в степени 16, 65536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер документа составляет 9 мебибайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 200 DPI и цветовую систему, содержащую 2 в 12 цветов. Сколько мебибайт будет составлять средний размер документа от сканированного с измененными парами? Внимание! Вот эта задачка, она на пропорцию. Еще раз внимательно, да? 32-14 задачка. Я ее буду решать сейчас по сути, как задачку по физике, да? Она на пропорцию. Мне реально не понадобится, не понадобится счет в питоне, что-то вычислительное. Вот эти вот огромные числа в цветах тоже не понадобятся. Первое, в чем надо разобраться, перед тем, как я сейчас начну писать, ну ладно, дано, надо, я могу написать, да, дано, что у меня исходное разрешение, соответственно, было, какой буковкой его, если честно, опять же, писать, если честно, не знаю. Давайте я напишу так, типа, B1, 300 DPI, B2, 200 DPI. Дальше что? Размер, соответственно, 9 мебибайт, да, размер S1, 9 мебайбайт. Мебибайт, вот так это правильно пишется. Так, в целях экономии разрешено, цветовая система, теперь цветовая система, я хочу ее, соответственно, может я зря это так назвал, B1, B2, ладно, обычно я называю это, это будет касаться скорее, количество пикселей, это количество пикселей на дюйм, поэтому на самом деле может быть имеет смысл N1, N2 назвать. А, теперь давайте про глубину, на глубину, кстати, я обычно большой буковкой пишу, давайте B1 большой будет у меня, 16 бит, ну, тут вам сразу, по сути, вот, отлогарифмировали, да, вам так и сказали, у вас 2 в 16, да, равно, то есть вам сразу скажут, 16 бит на пиксель, да, так что глубина кодирования цвета, 16 бит на пиксель. Да, да, глубина кодирования цвета, 12 бит, соответственно, на пиксель, тадам, и спрашивают вас, сколько это будет занимать место. Что такое, вот эти самые DPI, dot per inch. Если честно, то DPI не равно PPI. Это dot per inch, а это point per inch. Dot и point. Казалось бы, ну, вот, вот она dot, вот она point. В чем отличие? На самом деле, имеется в виду следующее. Это скорее как бы пиксели на дюйм, да, некие вот точечки. И это используется при сканировании. А вот это, правильно при сканировании говорить, PPI. А при распечатке есть такая вещь, как такое растрирование. И там, если посмотреть, особенно, когда лазерный принтер печатает, то можно заметить на микроструктуру, вот эти как бы субпиксели. И там он вот всякими вот такими вот точечками, крупнее, меньше, он как бы вот эмулирует цвет. Посмотрите на распечатку лазерного принтера под лупой. В идеале в микроскопе. Будет прикольно. С увеличением там, не знаю, 10, 40 лучше. Вот будет супер. 10 хотя бы. Короче. Количество точек на дюйм, это мера. Представьте себе, что это дюйм. На самом деле дюйм меньше, но вы же на мониторе смотрите. Вот я не знаю, как мне нарисовать, чтобы на мониторе у вас получилось 2, сколько там, сантиметра, да? Размер дюймовочки. А здесь количество этих вот пикселей, ну или точечек, в данном случае. То есть оно иногда равно, иногда не равно. В зависимости от типа распечатки. Но имеется в виду, в этой задаче неправильно написано. Потому что сканируется, значит правильно писать PPI. Ладно. Так вот. Количество по сути пикселей, товарищи, на дюйм. Линейно. От чего зависит вообще-то информационный объем изображения? Ну это собственно товарищи. Количество пикселей на глубину кодирования. Количество пикселей, это m умножить на n. Ну как бы ширина, ну или там, не знаю, width на height. Да, w умножить на h и умножить на глубину кодирования цвета. Нам не дана ни ширина, ни высота. Нам известно что? Некий странный PPI. Но. Дело в том, что количество реальное изображение, оно вообще-то в сантиметрах или в дюймах измеряется. Короче, в физических единицах. Понимаете, да? А значит, вопрос, вот она реальная, допустим, реальный листочек какой-нибудь, да? И я спрашиваю, вот этот вот листочек, сколько пикселей в нем? Да? А все зависит от того, сколько точек на дюйм я буду использовать при сканировании. Стук и будет. Если я скажу ему, одна точка на дюйм, ну тут и будет, не знаю, раз, не получится, да. Ну если я скажу, там не знаю, раз, два, три, раз, два, три, да, два на три изображения. А могу сказать, не знаю, тысяча точек на дюйм, у меня будет тут две тысячи на три тысячи. Если оно тут, если у меня дюйм вот такого размера, да? Да. Ладно. Ну дюйм-то поменьше. Вот картинки побольше по сравнению с ним. Но самое главное, что у нас количество точек, а в этой формуле входит именно в количество пикселей по ширине. То есть есть некая реальная ширина, да, некая W real, да, в дюймах выраженная. И высота, height, да, тоже некая реальная. Соответственно, вот эти W и H, они выражаются, соответственно, real. Да. Через них, да, помножить на, собственно, вот это количество, ну, пикселей на дюйм. Да, на N. Ну, я его назвал буквой N, можно было еще как-то назвать, может буквой D надо было назвать его. Вот. Ну, смысл вот в чем, да. То есть вот этот вот коэффициент вы выбираете. Сколько пикселей на дюймах. Естественно, от этого зависит качество сканирования, очень сильно. Да, ну и размер изображения очень сильно зависит от этого. Вот. Но оно пропорционально. И вот сюда в итоге, при одинаковых W и H реальных, оно вылезет в квадрате. Понимаете? То есть вот оно будет равно W реал умноженное на H реал умноженное на N в квадрате умноженное на B. А теперь, внимание, наконец-таки пришла пропорция. Соответственно, у меня это и для первого изображения, да, и для второго изображения. Соответственно, W реал, H реал, N2 в квадрате, B2. А теперь, внимание, я беру и делю первое на второе пропорция. S1 так относится к S2. Слушайте, на самом деле, мне было бы удобнее, если бы S2 так относилась к S1. Я все поменяю. N2 к N1, B2 к B1. Так вот, реальные размеры картинки, поскольку они одинаковые, они просто сокращаются. А вот в чем подвох, это в том, что вот эти DPI, ну, или правильнее PPI, относятся в квадрате. В квадрате. То есть, у меня не 2 к 3 в итоге получается, а как 4 к 9. Итого, S2 получается равным старому, ну, этот S1 уйдет направо, да, то есть я могу выразить, как S2 равно, а его туда перебросит. Ну, вы же пропорции, я надеюсь, знаете из школы, да. Вот, соответственно, мы можем выразить это вот так вот аккуратненько, да. Давайте подставляем числа. Итак, это у меня N2 к N1, но квадратами, то есть как 4 к 9. Ну, сотни я сразу выкидываю, да. Значит, что там еще? B2 к B1, 12 к 16. Так, и информационный объем умножен на 9 MIB. Все было в мебибайтах, а мне и надо в мебибайтах. Поэтому мы никаких битов даже не будем переводить. Были в них, в них и останемся. 9 сокращается. 4, 4, 12. Что, 3 получается, что ли? Ну, получается, что у меня объем 3 мебибайта. Да. Та-дам. Ну, мы пишем в ответ, как вы помните, все остальное мишура. Мы пишем в ответ только число. В указанной системе единиц, да, сколько нам сказано. Вот мы в этом и пишем. Проверяем себя. Ура! 3. Ну, на самом деле, вот все, что я написал, это некие объяснение. На самом деле, в конечном счете, то, что вам требуется, это сообразить. Ну, там понятно, да, но это как в квадраты относится. И не ошибиться. Главное, не ошибиться. Это обидно. Целый первичный балл. Первичный балл, учитывая, что в 2022 году их стало на 1 меньше. Было 30, стало 29. Но это дорого, дорого. В тестовых баллах это будет 3, 5. Там шкала не линейная. Друзья, стали, а у меня еще. Дело в том, что в этих, в эти задачки, они не только про изображение. Они бывают еще и про звук. Про кодирование звука. И, конечно, вот эти базовые формулы, да, формула Хартли, да, формула Шеннона, я не писал и не буду, они, собственно, давайте на секундочку отвлечемся. Они, собственно, в принципе, про кодирование любой информации. Вот. Но в этой задачке, на самом деле, кстати, существовала еще и передача данных по сети. Будем честны, она в некотором виде существует и сейчас. Мы ее затронем тоже. Но надо начать с того, чтобы мы умели не только изображение кодировать. Очень интересно, что некоторые виды информации до сих пор еще не решено, как кодировать. То есть человечество, переходя в цифровую эпоху, учится кодировать так, чтобы это занимало минимальный объем, скажем так, информационный объем цифровой. И в то же время передавало информацию максимально понятным и удобным для человека и качественным для человеческого восприятия образом. А поэтому исходят из чувств человека. А чувств у человека 5, ну, если честно, 6, да. Есть еще шестое чувство. Где палец высунуть? 5, а на самом деле 6. Вот. Вестибулярный аппарат. Ну, знаете, да, самое наше прямое – это зрение, слух. Вот они два главных пальца, да, а эти можно отрубать. Ага, жалко, да. На самом деле, вот, когда вы смотрите только в экран, только в монитор, да, то, по сути, вы эксплуатируете два своих основных чувства. А остальные свои органы чувств вы почти отрубили. Поэтому не потребляйте мультимедиа-контент, да. Вот. Или старайтесь, скажем так, дозировать это. Выйдите на улицу, товарищи, да. Понюхайте эту осень, да. Потрогайте первый снег, да. Ощутите его тактильно. У нас есть тактильные ощущения, да. Что еще осталось, да? Попробуйте его на вкус. Ну, ладно, попробовать на вкус снег грязный не надо, особенно в городе. Вот. Но у нас есть еще целых три органа чувств. И кроме того, ребята, встаньте на скейт, да, или на, там, не знаю, самокат, который ногами надо толкать, да. Ощутите перегрузку. Ощутите вот это движение, перегрузку. У нас в среднем ухе есть специальный орган, вестибулярный аппарат. Он работает у людей, даже если у них не работают глаза, уши. Все у него вот это, ничего не трогает. А вестибулярка все равно продолжает работать. Поэтому с закрытыми глазами, в полностью изолированной камере. Но если вас разгонять в болиде, да, вы все равно почувствуете вот это движение. Поэтому, ребята, выходите на улицу, вот, дышите. Давайте. Но сейчас, простите, я вас задержу. Немножко еще про кодирование. Про звук. Товарищи, я тут запас для вас кое-что. А именно, я запас, собственно, Audacity. Это программа свободная для записи и обработки звука. Давайте что-нибудь запишем, что ли. Повянь, повянь, бурь погодушка, Во мой зелен сад. Отлично. Вести их песня, группа Гуни М. Народная песня. Так вот, смотрите, что я вижу. Я вижу, в первую очередь, запись двух каналов. А что суть такой звук? Звук, на самом деле, это продольные колебания воздушной среды. Ну, или не обязательно воздушные. Он передается по воде, по металлу, по любой среде, в принципе. Да, ну, по воздуху неплохо так передается. Вот, мы его при помощи микрофонов, да, вот. У меня сейчас, на самом деле, микрофон моно. И запись вот туда, вот, вот, вот туда, да, двух каналов в каком-то смысле бессмысленно. Потому что они абсолютно одинаковые. У меня есть микрофончик стерео на всякий случай. Вот. Но сейчас я пишу моно. Вот. Ну, и они идентичны. А я вижу здесь 44 тысячи, 44 тысячи 100 герц. Герц это количество раз в секунду. Колебаний в секунду. Вот здесь у меня идут секунды. Соответственно, за вот эту секунду, от нуля до одной секунды, у меня 44 тысячи 100 раз происходило измерение электрического напряжения на микрофоне. Ну, не на самом микрофоне. Вот этот проводочек куда идет, там, он идет в звуковую карточку. Там стоит аналога цифровой преобразователь, который преобразовывает в цифровое состояние, собственно, электричество. Ну, микрофон преобразовал уже звуковое, давление звуковой волны в текущую там долю микросекунды в электрический сигнал. Электрический сигнал оцифрован в звуковой карте уже цифровой. Да. И, как видите, 32 бита. Да. С-пу-точка. Да. Я, если честно, расшифровать не могу, как бы, ну, как бы сэмпла, сэмпловые точки. Да, точек вот этого сэмпла. Значит, эти точки можно увидеть 44 тысячи 100 раз что? Во-первых, посмотрите на звук, да, вот он звук. Здорово, да? Вот. Значит, а теперь приближаемся еще ближе. И, ой, что это? Такое. На самом деле, вот бывают такие редакторы, в которых можно просто брать и рисовать. Ты здесь сейчас немножко порисовал, да? Ну, реально, я, конечно, испортил. Ну, так, я ж, извините, не реально там супер-пупер диджи и знаток редактирования Павлов. Ну, при желании так тоже можно, да? Можно взять кусок. Вот он реально будет там звучать, скорее всего, будет какой-то хрип, щелчок такой маленький. Но он затрагивает одно колебание одной волны. Как видите, вот так вот выглядит звук. Вот так вот он устроен. Примерно, да? Интересно, можно ли его проиграть? Он у меня как сыграет. Как громко. Надо было потише сделать. Ладно. Короче, все, посмотрели? Все понятно в целом, да? Ну, поставьте себе программку Audacity. Она свободная. То есть у нее доступны исходные коды. Она работает под Linux, под Windows, под MacOS. Можно ее скомпилировать. Значит, теперь давайте к делу. Двухканальная звукозапись 80 кГц. Ребята, видите, К маленькая? Это настоящие кило-герцы. Вообще, звуковики, как и связисты, которые занимаются кило-битами в секунду, они поубивают вас, если вы начнете там ки-би-биты в секунду писать. Потому что вот у них всегда были кило-биты в секунду. Потому что там важно совпадение частот. Частота приемника, частота передатчика будут отличаться, а они просто не договорятся друг с другом. Там всегда были строго системы единиц си. Ну, короче, кило-герца, а не кило-герца, а не ки-би-герца. Запись 3 минуты 25 секунд. Файл без сжатия данных. Каждый сигнал кодируется минимально возможным и одинаковым количеством битов. Вот эта формула, это формула, в смысле русского языка, которая вот так вот готовым выражением подразумевает, что мы используем, формулу Хартли. Ну, нам необходимо, минимально возможное и одинаковое. То есть мы берем наш алфавит, логарифм и округляем вверх, потому что нам должно хватить бит на кодирование каждого вида сигнала. Ладно. Информационный объем сказан максимальную битовую глубину кодирования звука. Это не количество цветов. Это как в самой первой задачке, которую я показывал, по сути, до формулы Хартли. Ребята, в этой конкретной задачке не понадобится формула Хартли. Нам не нужно количество вот этих вот состояний уровня звука. Вот их не надо. Просто сколько бит на один вот этот вот сэмпловую точку. Понятно? На одну точку в рамках канала, которая вот кодирует уровень звука. Вот сколько бит на ее кодирование надо. Вот как здесь это было. Да. Вот, собственно, битовую глубину кодирования. Да. Ну, ладно. Вернемся к нашему Евгению Джобсу и его задачке про кодирование звука. Значит, что мы берем, открываем калькулятор, а именно Python. Понимаете, вам калькулятор из той операционной системы, скорее всего, выпилят. По традиции. Ну, ведь нельзя же было пользоваться калькулятором, когда был бумажный экзамен. А вот Python останется. Вы пользуетесь Python. Вы открываете Python-овский интерпретатор и поехали. Так. Что мне надо? Определить количество бит на один вот этот вот. Итак. А, да. Я забыл написать формулу. Напишем формулу для звука. Да. Для информационного объема звукового файла. Итак. Ее коэффициенты следующие. Честно, хоть наверх пишу. Ну, ладно. Пусть будет здесь. Значит, первое. Количество каналов. Количество каналов. По-любому. Да. Два канала в два раза больше будет информационный объем. Дайте сюда вас сконцентрирую. Значит, сразу видно, что я не так пришел. Ровнее надо. Количество каналов. Дальше. Мне нужно узнать, сколько точечек, собственно. Для этого я беру количество секунд и умножаю на частоту дискретизации. То есть, вот эти вот 44100, которые там написаны, они, кстати, тоже они не от фонаря. Они взяты из теоремы Котельникова и наших пределов, нашего слуха. Молодой человек слышит не выше, чем 20 килогерц. Для того, чтобы закодировать 20 килогерц, нам надо ставить, чтобы волна была вот такая вот. У нее период, вот он. А нам точки надо измерения проводить в два раза чаще, как минимум. Вот это называется теорема Котельникова. Поэтому частота дискретизации должна быть как минимум в два раза больше, чем частота звука, который мы собираемся кодировать. Ну, в смысле кодировать. В смысле оцифровывать. В этом смысле кодировать. Итак, частота дискретизации. Поэтому для хорошего, высокого качества, если мы хотим, чтобы высокий, всякий, чтобы чисто звучало, то нам надо делать высокую частоту дискретизации. Но больше, чем 44100 ее делать не надо. Если вы не собираетесь записывать всякие ультразвуки. Если ультразвуки, там понятно. Понятно. Ладно. Частота дискретизации умножить на время звучания. Я его назову дельта т. Время звучания звукового файла. Дорожки. Вот. Значит так. И... Ох, какой же ужасно длинный у меня будет ролик. Про все сразу. Ну, увы. И умножить на что? На количество бит на пиксель. Глубину кодирования. О. Вот. Поехали. Поехали. Решать. Итак. Значит у меня что? 80 мебибайт. Надо поделить на количество каналов. Тара-та-там. Чтобы узнать вот эту самую B. Ну, я просто выворачиваю формулу. Давайте я это быстро уже сделаю. 80 мебибайт. А, да. Еще. Все это надо выразить в битах. 80 умножить. Слушайте. Я так много писал. Вот эти вот 1024 умножить на 1024. Это реально 23 степень двойки. И умножить на 8 еще. Да. Вот получается 10 плюс 10 плюс еще 3 степень двойки. Короче. 2 в степени 23. Да. Ой. А что это я умножаю? Мне же делить надо. А, нет. Стоп. Это я пока объем вычисляю. Информационный объем. Да. Давайте я назову его I. Это информационный объем. 80 мебибайт. Это предельно. Да. Не превышай. Давайте теперь делить его на что? На количество каналов. На 2. Еще. На частоту дискретизации. 80 тысяч честных тысяч. Еще на что делим? На 3 минуты 25 секунд. 3 минуты 25 секунд. Это 3 умножить на 60 плюс 20. Ну. Можно было так посчитать, да? Что это 140. Ну. Я оставлю, чтобы у меня прям здесь в формуле было видно. Откуда это взялось в целом, да? Так. Я поделил на количество каналов. Дискретизация. Дельта Т. Значит, у меня останется только B. Да. Все. Значит, в итоге у меня вот это, это количество бит на, не пиксель, вот эту точку сэмпла. Да. Итак. Это то, что мы не можем превышать. Почему? Потому что это не превышает 80 меббайт. У меня в числителе, да. То есть мне нужно, чтобы он не превышал этого объема. Значит, меньше можно. Больше не не. Значит, 20 бит. Больше нельзя. Товарищи, еще немного. В этих задачах про звук тоже бывают пропорции. Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео, оцифрованно сохранен в виде файла, размер 28 меббайт, затем тот же был записан повторно в формате моно. Что значит тот же? У него моно, то есть количество каналов другое. Да. Частота дискретизации у него в 3,5 раза меньше. Глубина кодирования у него в 2 раза. Вот разрешение, так называемое. Она же, по сути, глубина кодирования. В 2 раза больше, чем он тот же. Ответ. В нем тот же самый дельта Т. Время звучания. Больше ничего у него не тот же. Вот. Понятна логика? Дельта Т одинаковый. Оно может быть сокращено. Оно нам и не дано, собственно. Вот. Так. Что у нас? Укажите размер файла, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число. Единицу измерения писать не нужно. Товарищи, это формула на пропорцию сдано надо. Поехали. Я перепишу еще раз, но в качестве нашего обучения. Так. Так. Размер 28 мебибайт. Да, то есть изначальный размер. И 1. 28 мебов. Так. Тот же музыкальный фрагмент. А, да. И это было стерео. То есть К1 равно 2. Повторный. К2 равно 1. А, я забыл частоту дискретизацию. А, ее. А. Она не дана. Дано их отношение. Значит так. В два раза выше кто? Ф2 по отношению к Ф1. То есть новая частота дискретизации. Она. Ой, прошу прощения. В 3,5 раза меньше. Ну, я уже написал. Ф2 к Ф1. Поэтому как 1 к 3,5. Да. В 3,5 раза меньше. То есть она была в 3,5 раза больше, чем стала. А глубина кодирования B2 к B1. Она в 2 раза больше. Спрашивается новый информационный объем. Поехали. И 2 так относится к И1. Как количество каналов, частота дискретизации, да. Глубина кодирования и дельта Т. Количество каналов, частота дискретизации, да. Глубина кодирования и дельта Т. Дельта Т. Убираем сразу, да. И можем дальше сказать, что И1 у меня отправляется сюда. Да. По правилам. Домножим левую и правую часть на И1. И получается, что новый информационный объем равен старому. Ну, вот с некоторыми коэффициентами. Подставляем числа. У нас 2 к 1. Это получается 1,2. Ну, давайте записывать. Так. Дальше. F2 к F1. 1 сюда. 3,5 внизу. Слушайте. На самом деле удобнее сразу домножить на 2. Даже можно было там это сказать еще. Сказать, это как 2 к 7. 2 тут, 7 там. Неудобно с этим 3,5. 2,7. Так. B2 к B1. Ага. 2 к 1. Информационный объем 28. Ой, как хорошо, что он на 7 делится. Да. Так, что у нас сокращается? 4, 2х4, 8. Та-дам. Записываем в ответ только число. Поехали. Поехали. Что еще? Я уже предупреждал, что кроме, собственно, звуковой информации и графической информации, бывает еще и передача по сети. Послушайте. Реально я не знаю, какие будут задачки. А те, кто знает, должны держать это в тайне. Вот. Два года назад меня позвали. Я побывал один раз экспертом, который вычитывает эти задания, тестирует, сам прорешивает, дает комментарии. Вот. Орфографические ошибки находит. Вот. Но, естественно, как бы под договором о неразглашении. Да. То есть ты сидишь и молчишь. Вот так вот. До самого ЕГЭ. Вот. А потом говоришь, а, да, 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 я знал. Короче, ну, в общем, короче, никто не знает, да, те, кто знают, не скажут, какие реально будут задачки. Поэтому нужно готовиться немножко шире, чем те, которые вы вроде бы ожидаете. Вот в демо-варианте одно, а вам надо смотреть немножко дальше. Поэтому были задачи про передачу по сети? Были. Могут быть? Вполне. Что у нас здесь есть? Он не только оцифрован и записан без использования сжатия, да, но и передан в город А за 50 секунд. Затем оцифрован повторно с разрешением в три раза выше и частотой дискретизации в два раза больше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл передан в город Б. Пропускная способность с городом Б в два раза меньше, чем канал о связи с городом. А сколько секунд длилась передача файлов в город Б? Внимание, да. Задачка 1872 с сайта Константина Юрьевича. Мы сейчас выпишем, собственно, пропорцию. Ох. Итак. Ну, отношения сейчас тоже будем выписывать. И нас будет интересовать время. Обратите внимание, время передачи по сети не равняется времени звучания. Вы скачиваете файл, не знаю, пять секунд, а слушаете его пять минут. Да. Вы скачиваете файл долбанные три часа через плохое соединение, а слушаете его за одну. Понимаете, да. То есть надо понимать, что время звучания и время скачивания это разное. Именно поэтому я, когда уж пишу, то я тут пишу дельтаты. Впрочем, оно все равно сокращается. Но, тем не менее. Ладно. Что я хочу сказать. Как сказать. Кодифицировать условия в короткое дано. Передан 50 секунд. Т1 равно 50 секунд. Нас спрашивают в итоге время передачи в город 2. Т2. Итак. Музыкальный фрагмент был оцифрован повторно. Нам не сказано про каналы. Значит, мы считаем, что количество каналов не менялось. Разрешение в три раза выше. B2 к B1. 3 к 1. Так. Сейчас. Частота дискретизации в два раза больше. 2 к 1. Ну, товарищи. Файл стал в 6 раз жирнее. Да, очевидно. Так. А вот пропуская способность канала, да, в два раза меньше, чем с городом А. Соответственно, я ее обозначу за U. U2 к U1 это 1 вторая, да, как 1 к бывшим двум относится, да, в два раза меньше. Как я узнаю время передачи? Время передачи равно информационному объему файла поделить на, собственно, скорость передачи. Факторов зависит очень. Ну, мы до какой-то степени можем считать, что, ну, тупо поделили на количество бит в секунду и поехали. Вот. Ну, и в этом случае информационный объем надо в битах выразить. Это в битах в секунду. Секунды из знаменателя-знаменателя попадают в числитель. Получается как раз все время в секунду. Значит, у нас интересует нас некая Т2, соответственно, И2 к U2, да, а мне известно Т1, равное И1 к U1, да. Так вот, я могу взять и поделить. Поделить, да, и сказать. Только обратите внимание, что это в скобках, да. В этом случае знаменатель числителя уходит в знаменатель. А знаменатель из знаменателя попадает в числитель. Во! Вот. И я, естественно, хотел бы это дело переставить сюда поближе, да. Вот. То есть, по сути, как бы U2, видите, у меня в знаменателе, но я бы сейчас перетащу это сюда. То есть U1, U2, И2, И1. Как относится у меня, соответственно, да. Ну, и, естественно, Т2 будет равно Т1 умножить на тра-та-та. Да. Т1. Ну, давайте я уж выпишу, да. У1, У2. И давайте запишем теперь, что у нас с информационными объемами И2 разделить на И1. Как оно раскрывается? У меня количество каналов одинаковое. Частота дискретизации увеличилась в два раза, да. Ну, F2 разделить на F1. Сейчас я подставлю числа. Да. Глубина кодирования B2 к B1, да. Время звучания не изменилось. Итак. Все известно. Домножить на 50 секунд. Подставляем. Давайте. Т2 равно. Наоборот. Оно у меня в два раза дольше будет, да. Два. Ну, я на Т1 домножу потом. Умножить. Так. Здесь объем файла вырос. Да. На 2. Объем файла вырос еще на 3. И еще 50 секунд. Да. Вот они. Так. То есть, на что мне получилось? Ну, дважды 5 это 100 секунд. Да. И еще умножить на 6. 600 секунд. То есть, получается ответ 600. Давайте проверять. Я заранее с ответами не сверялся. Нет. К счастью, не ошибся. Ну, и последнее. Последнее. Реально последняя задачка. Это про графическая информация и передача по сети. Вот. Я надеюсь, что с этими пропорциями у вас уже потихонечку заходит. И вы понимаете, что с ними делать. Собственно, вот именно с этими пропорциями самое интересное, где можно вас слегка вытащить из компьютера, да, и заставить что-то порешать. Поэтому-то и вполне вероятно, что такая задачка может быть. С другой стороны, численно она, конечно, проще. Итак. Еще чистоты. Да, но. Поехали. Значит, читаем условия задачи и кодифицируем. Изображение было оцифровано и сохранено в виде растрового файла. Точнее, еще раз. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 72 секунды. ТА 72 секунды. Затем тоже изображение было оцифровано-повторно с разрешением в два раза больше. О, это изображение. Вы помните, что разрешение в количестве точек на дюйм, оно квадратичным образом сказывается, да? То есть разрешение будет в два раза больше. Глубина кодирования цвета в три раза меньше. Итак, ну, я там пользовал буковку N. Если честно, я не уверен, что это хорошо, да? Ну, давайте воспользуемся N. Так, одну секундочку. Повторно. Значит, B, да? NB в случае B, KNA. В два раза больше. Как два к одному. Ну, условно, 600 DPI, ну, PPI вместо 300 PPI. Глубина кодирования цвета в три раза меньше. B в случае B, глубина кодирования цвета в случае A. Соответственно, как один к трем в первом случае относится. Так, пропускная способность канала в город B в три раза выше, чем в город A. Соответственно, UB на UA 3 к 1. Прямо. Все. Сколько времени, ну, только название здесь B. Формула-то не вот эта, да? Формула-то не вот эта. Забыли, Хартли тут не нужен. Хартли не нужен. Просто нужно аккуратно считать пропорцию. Сыночка по математике получается, да? Ладно. Тем не менее. Значит, формулу-то надо знать, да, из информатики соображать. Надо, надо. Значит, мы считаем время, как информационный объем файла поделить на скорость передачи. Информационный объем файла у меня будет равен чему? Количество пикселей умножить на... Ну, слушайте, давайте сразу к пропорциональностям. То есть, меня интересует что? Т, Б, Т, А. И у меня, соответственно, это будет У... Ну, понятно. И, А... О, прошу прощения. И, Б. И, А. А здесь у меня будет ровно наоборот. У, А на У, Б. Ну, или, короче говоря, оно будет пропорционально... Обратно здесь пропорционально, да? Так вот, я могу сразу сказать, ну, если это мне просто дано, 3 к 1, то вот эта штуковина, она пропорциональна, да, и Б, и А. Н, Б, К, Н, А, квадратик. Разрешение, да, оно у меня будет квадратично сказываться, потому что это изображение. Потому что у меня есть по горизонтали это разрешение, по вертикали это разрешение. Понятно? Та-дам! Ладно, что я хочу сказать. От частоты дискретизации у нас же нет двумерного времени. Ладно, Н, Б, К, Н, А. И второй момент это вот эти, глубина кодирования. 1 к 3, да, 1 к 3. Здесь без всякого А квадрата. Ой, 1 к 3. Я же здесь еще формулой писать договорился. Б, 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 А. Русский с латинским, так трудно смешивать. Ну, короче, я могу это загнать в общую формулу, а могу сразу сказать, что Т, Б, это у меня, ну, собственно, Т, А, да, умножить на, ну, вот это вот видите, только извините, что вы обратите внимание на перевернутый, то есть будет 1 к 3, да, по сути. Ну, я пока оставлю. Умножить. Слушайте, это даже, если честно, выписывать не хочется. Сразу пишем. Квадратично, то есть 2 в квадрате, да, 1 треть, дальше 1 треть еще раз, да, потому что перевернуто не 3 к 1, а 1 к 3, да, то есть скорость выше, время в 3 раза меньше. Время передачи. И, собственно, первое время передачи 72. Ой, как хорошо, что оно делится на 9. 7 плюс 2 равно 9, значит, поделится. Да, что у нас получается? Это что? Это 80 без 8. Значит, это у нас, собственно, 8. 2 в квадрате 4, 4х8, 32. 32. Ну, в секундах, но реально мы пишем 32. Ну что, такой получился стаирский забег. Да, мы занимались, по сути, час. Да, таких роликов еще не писал. Ну что же, успешно вам сдать ЕГЭ по информатике компьютерный. Вот, дальше будет интереснее, будем и программировать, и все. Постепенно доберемся до самых последних заданий. С Богом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!